всем привет привет всем прекрасной среды тема сегодняшнего нашего расклада будет что происходит в вашем пространстве на данном этапе для чего почему вот будем с этим разбираться напоминаю что под этим видео есть ссылка на мои услуги переходя по ней вы сможете найти ссылку на мой телеграм-канал на мои услуги как записаться на консультацию с какими запросами приходить сколько это стоит сколько это продолжается в каком формате то есть все что очень часто мне пишут личные сообщения в telegram вот это все уже прописано это все уже есть достаточно только перейти по ссылке либо если вы хотите приобрести курс обучения таро либо курс треба жизни прекрасный инструмент до сих не могу понять как донести людям смысл того что именно дает этот курс причем не только мой курс а вообще изучение древа жизни но в какой-то момент когда начала читать книгу гуджиева и там был момент описание создания нашей вселенной и он использовал метафору музыкальных нот и октавы которую взял конечно же у от пифагора вот как раз таки для большего и лучшего понимания вот этого вот объяснения то есть если нету музыкального образования до элементарных понятий потому что там были затронуты и такие понятия плюс ко всему математика и математичность нашего мира изучая как раз таки универсальную модель древа жизни то есть я смогла понять для себя то о чем говорит гуджиев то есть перенося непосредственно вот эти вот музыкальные ноты на саму модель древа жизни мне стало понятно о каких силах говорится как это все создается как это все меняется то есть имея определенную базу получая новые какие-то знания и сопоставляясь с этой базы к вам приходит большее понимание поэтому изучая вот такие вот сложные до модель древа жизни она не простая сам конца как конструкция сама в себе она простая но для понимания для человека у которого нету какой-то вы знаете первичной базы и привыкли относиться к теме самопознания через там призму медитации либо какой-то восточной вот этой вот философии и понятий более как это правильно сказать тонких материй да конечно что-то такое более конкретное более существенное опираясь на на математику опираясь на физику опираясь на химию это будет на первых порах достаточно сложно но расширение сознания она как раз таки предполагает получение какой-то новой информации для себя только в таком случае мы можем сказать что да действительно происходит рост а иначе мы просто ходим по кругу тех понятий которые у нас уже есть просто они как-то знаете как в мозаике собираются как раньше было калейдоскоп крутишь этот калейдоскоп те же самые стеклышки только каждый раз они создают новую какую-то комбинацию но по сути все стеклышки одни и те же цвета одни и те же комбинации разные не сказать что это является каким-то развитием я не знаю я у меня немножко про развитие другое понятие вот поэтому кому интересно кому интересно недавно я проводила как раз ки акцию по курсу древа жизни было очень вот для меня это было удивительно до впервые когда было столько желающих приобрести не на это ли цена была доступна и вот то ли много людей до этого хотели приобрести его курсы ждали подходящего момента я не знаю но было очень много желающих я очень рада и опять же таки прошу всех кто приобрел этот курс до под заданиями под занятиями скорее всего потому что это видео формате вот оставляйте свои комментарии чтобы не было понятно да все ли вам понятно потому что одна из главных задач меня именно как проводника доносить информацию простыми словами это важно почему для меня это важно потому что я опять же таки читая разные источники до разные книги я понимаю что автор сам по себе он прекрасен тот же самый гурджиев он сам по себе прекрасен своих своих знаниях но иногда бывает настолько сложно человек объясняет казалось бы такую более простую что ли тему сложным языком который отталкивает людей то есть если люди а мы живем в мире когда люди тупеют и я вот в этом при сто процентов убеждена у вас конечно же своя точка зрения может быть вот когда мы выбираем что-то попроще и не выбираем то что посложнее а сложность это как раз и является той базы когда мы заставляем свой мозг действительно размышлять действительно прикладывать усилия а у него задача энергосберегательная поэтому она выбирает то что попроще и то что полегче а не то что посложнее и то что потяжелее и это вот как раз таки почему я и сказала да что мы тупеем постепенно потому что мы не хотим утруждать себя что-то сделать о чем-то подумать в чем-то разобраться мы доходим действительно уже в каких-то моментах до до абсурда автоматизма да что когда предлагаешь человеку вот нажми на эту ссылку и там все будет написано ему проще написать мне в телеграм искать елене расскажите мне как это работает то есть и и при этом ну мне приходится дублировать то что уже расписано то что уже сказано просто для этого надо сделать не один клик а два-три перехода и вот для человека это уже является трудностью сложностью это лишь пример да это не претензия это лишь пример и таких примеров вот вообще в жизни может быть куча то есть что-то сесть в чем-то разобраться зачем мне это нужно да я лучше спрошу и вот мне все разжуют и скажут мне только надо будет это проглотить вот поэтому опять же как человек который мотивирует вас на самоупознание вы не выбирайте простых путей иногда конечно же нужно да иногда нужно но знаете что любой сложный путь он задействует много разных областей нашего мозга то есть если раньше познакомиться например с одним человеком было достаточно сложно почему потому что надо было использовать коммуникативные какие-то навыки надо было преодолеть свою какую-то стеснительность надо было продали преодолеть какую-то неизвестность откажет мне человек или нет нужно было например где-то найти телефон этого человека либо найти адрес этого человека пойти туда до подождать чтобы встретить эту девушку дали потом не знаю партнер либо подругу неважно то есть прикладывать какое-то количество усилий и вот эти вот все усилия да они же не не просто физически они же первично проходят какие-то этапы в нашей голове то сейчас вот в этом огромном выборе не нравится мне там эта самая девушка до сказала мне нет и я пригласил ее допустим на ее куда-то там на встрече она мне отказала ну и фиг с тобой да не буду я прикладывать никаких усилий здесь вот такой огромный выбор да я найду кого-нибудь другого а раньше приходилось как-то преодолевать раньше приходилось что-то там я не знаю как-то стараться стремится к чему-то что-то изучать как-то читает для того чтобы девушку чем-то удивить что-то ей рассказать то есть надо было кучу дел делать и вот эти вот краски дела они и делали нас другими более человечными и плюс ко всему мы действительно развивались не сейчас тогда вот но это было вступление ладно давайте мы я думаю вы уловили до суть того что я хотела сказать опять-таки не в контексте приобретения да то есть я не люблю продажи вот а в контексте того чтобы люди задумывались моя главная цель как проводника это не хочу сказать заставить данную это некрасивое слово но сподвигнуть давайте так скажу сподвигнуть за мотивировать чтобы люди начали думать начали размышлять начали работать свои головы именно чтобы голова работала не так что знаете какая ляпнешь и ты сидишь и думаешь плен но ты ты подумал или ты просто сначала сказал а потом будешь думать вот но иногда это бывает очень забавно так позиция номер один единички смотрим что происходит в вашем пространстве сейчас какие-то моменты ожидания до для кого-то кто-то что-то ожидает а для кого-то просто продолжает работать над и вкладываться в то что когда-то было начинно начата да просто продолжает делать то что ему известно то что ему понятно при этом по семерке пендаклей вкладывайтесь достаточно долго вы близки к тому результату да то есть остается 3 пендакли для того чтобы получить ваш желаемый результат здесь очень важно не разочароваться просто продолжать делать то что вы делаете может быть это какая-то работа до которой вы делаете но долгий уже период здесь ощущение того что это стало уже неким таким автоматизмом и у меня вот энергия идет от этого аркана что человек да он работает физически делает то что ему уже известно понятно но при этом его голова как будто бы занята чем-то другим то есть он думает вот в период автоматизма когда не надо фокусироваться на работе да не нужно быть столь внимательным человек думает о чем-то другом вот я хочу спросить о чем вы тут думаете королева мечей да кто-то здесь думает о каких-то переменах кто-то здесь но здесь мыслительные процессы до происходит кто-то здесь как-то хочет понять по поводу своего будущего то ли то ли предсказать его то ли увидеть то ли разобраться но перемены до перемены здесь разобраться вот как раз таки в какой-то кризисной сложные ситуации вот возможно кризис у кого-то но здесь по всем сферам может быть да то есть я если это например личная жизнь то однозначно здесь неудовлетворение личной жизни идет а когда человек вкладывается намного больше чем имеет какую-то дачу если это профессиональная сфера дату опять же так здесь человек много работает и мало получает то есть есть некий такой дисбаланс энергии и человек возможно задумывается здесь о том как изменить эту ситуацию да как начать зарабатывать больше либо начать продавать как-то иначе либо где можно достать финансы либо если это отношение как выровнять эти отношения либо просто человек разбирается нужны ли они мне да что-то меня здесь не удовлетворяет возможно здесь вопросы физического здоровья да тоже могут быть то есть какая-то кризисная сложная ситуация в которой человек хочет разобраться хочет понять предсказать ее для себя чтобы понять как дальше двигаться до что что дальше нужно делать вот и смотрят он конечно же на период потому что шестерка пиндакли после пятерки пиндакли шестерка пиндакли выпадает когда человек понимает что надо как-то дальше двигаться где-то где-то долго засиделся да то есть давно уже нету того желаемого результата который хотел бы получить и шестерка пиндакли говорит о том что возможно здесь необходимо попросить помощи у кого-то либо человек понимает что как-то вот он отклонился от своего пути то есть здесь есть осознание того что что-то я иду не туда вот что-то в моей жизни вот это вот неудовлетворение которое происходит она указывает то что вот человек как-то отклонился и он это понимает интуитивно то есть главу он еще это не понимает вот как-то интуитивно он понимает что вот если какая-то череда как неудач да вот это вот кризисное состояние какое-то что вот что-то я не туда иду причем это может быть в разных сферах а может быть параллельно во всех да то есть здесь не говорится конкретно о чем что еще происходит в вашем пространстве двойка кубков двойка кубков о чем нам говорит двойка кубков ну вот опять таки по четверке пиндакли да здесь возможно кто-то долгое время до может быть желает выстроить какие-то правильные для себя отношению причем взаимные отношения вот для кого-то здесь важно понимание то есть как будто бы человек хочет разобраться что же такое вообще отношение что такое любовь да и что я хочу либо человек хочет для себя создать какое-то такое окружение с достаточно стабильной до в котором были бы друзья на которых можно положиться возможно кто-то здесь понимает что уже в одиночку допустим если это профессиональная сфера да я не могу справиться либо это если это имеет отношение к здоровью то есть мне нужна уже какая-то помощь и человек задумывается об этом что было бы эффективнее да если бы я нашел себе какого-нибудь там партнера может быть по профессиональной сферы да либо найти себе какого-то мастера специалиста если это касается здоровья то есть здесь как будто бы нужны люди да знающие вот на которых можно было бы положиться которые бы дополняли вас либо ваше какое-то умение в достижении того чего вы хотите вот еще одна двойка кубка выпал для кого-то действительно личная жизнь очень актуально очень важно то есть человек уже причем это знаете не в контексте как обычно как это рассматривается да то есть я хочу отношения это вот больше склона к молодежи к такой незрелости до что мне хотелось бы взаимоотношений вот здесь какой-то более зрелый подход на по королеве мечей к теме взаимоотношения то есть здесь у человека уже есть четкие конкретные требования именно к личности человека то есть не к его социальному проявлению то есть чтобы была там машина дом хороший заработок да статусная какая-то работа то что склонна более молодому возрасту а здесь скорее всего более какие-то конкретные понятные вещи до связанные с взаимоотношениям с человеком где каждый выигрывает да то есть нету такого что где-то я использую тебя да вот 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 такой вот формат да по пятерки пендакли когда только вкладываешься в надежде того что вот ну я же его там люблю либо я ее люблю поэтому я только в нее вкладываюсь а она позволяет либо он позволяет себя любить и как-то вот какой-то дисбаланс до дисгармония нету равновесия нет здесь человек конкретно если спросить он понимает вот какие требования у него есть к партнеру причем это требование такие достаточно конкретные земные понятные и объяснимы то есть он может объяснить что если я хочу уважение для меня уважение значит а вот раз два три 4 5 что вот это вот допустимо вот это недопустимо опять-таки это основывается на каком-то вашем прошлом опыте да то есть какие-то конкретные объяснимые моменты то здесь нету такого романтизма а он не исключен но здесь вы не опирается он не в приоритете вот этот вот знаете романтизм я хочу чтобы мне с утра до вечера пели какие-то воды и признавались в любви то есть нет один рассказал хорошо лучше вообще не говори а покажи мне по факту каких-то действий по четверке пентакли хочу что-то конкретное такое стабильное чтобы ощущать ощущать себя безопасности скорее большей степени эмоциональной безопасности нежели финансовой вот хорошо для чего для чего происходит в вашем пространстве то что я описала ну потому что время пришло двигаться дальше потому что либо вы готовы к дальнейшему движению то есть долгое время сидели в семерке пентакли опять-таки если это касается личной жизни вы уже готовы к нормальным отношениям что имеется ввиду готова я подразумеваю под слово готова это когда человек проработал по королеве мечей да здесь человек сделал анализ своих ошибок и сделал какие-то выводы понял исходя из прошлых отношений из которых он вышел что было не так что не было в балансе и гармонии что не давало развиваться человек сделал какие-то определенные выводы и он исцелил себя здесь есть целостность по энергии ощущается целостность человека да то есть человек он может быть самодостаточным и сам по себе без партнера то есть вы можете жить и без партнера просто с партнером будет как-то вот более интереснее что ли но это не говорит о том что вам нужен партнер для того чтобы вы покрыли свои какие-то потребности и дыры закрыли этим партнером не здесь такого уже нет здесь уже зрелая личность которая понимает знать свои слабые стороны она знает свои теневые аспекты она может открыто про ней говори что вот здесь вот здесь вот здесь вот я косячу хочешь принимай не хочешь не принимай это не в контексте эгоизма а это в контексте здравого рассудка здесь человек со здравым рассудок и поэтому он говорит что да я вот именно сейчас созрела здесь такое ощущение что в том возрасте которым вы находитесь ну возможно некоторые из вас уже не способны на рождение детей силу биологических на каких-то изменения но вот если бы сейчас у вас было бы родился ребенок вы бы были прекрасным родителем именно сейчас потому что психически вы созрели именно сейчас то чтобы передавать какие-то ценности то чтобы передавать знания вашим ребенку тот подход к воспитанию был бы другое здесь действительно было бы воспитание не просто я вместе с ребенком до расту а именно действительно воспитание вы действительно смогли бы именно вот в этом возрасте вот сейчас вот по тем энергиям что я считаю воспитать зрелую самодостаточную личность но здесь время пришло время пришло двигаться дальше еще для чего для чада для любви видите все показывает для ты любви пришло время для любви для раскрытия своего давайте ладно скажем сердечной своей чакры что мне не очень-то созвучно так захотела сказать до раскрытия своего сердца раскрытия своих каких-то талантов здесь время пришло когда человек готов делиться не отдавать не обменивать а именно делиться от чистого сердца потому что ему так хочется и когда мы говорим делиться это не значит что вы будете отдавать полностью себя целиком нет это уже прошлый этап у пятерки педагоги так было ранее сейчас уже такого не будет вот для любви пришло время почему 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 двойка сосудов двойка сосудов говорит о том что вы пошли как-то к новым берегам стали изучать эту тему немножко иначе по-другому не так как ранее то есть вы захотели ее изучить и поэтому вы шагнули в новое это новое для вас пространство вот я сказала время пришло вот она колесо фортуны на потому что но сама судьба вмешивается смотрите восьмерка мечей и аркан справедливости потому что пришло время выходить из своей вот этой вот черной луны на которая была у вас в голове то есть вы захотели проще говоря то что я сказала пришла готовность готовность и по справедливости вы уже готовы получить новый опыт у вас такого опыта нет не было эмоции были чувства были и любовь возможно было но она была другого порядка здесь зрелая здесь будет если будет человек то будет человек который с которым можно будет знаете договариваться как-то он будет для вас партнером он будет для вас скорее другом но это не исключает конечно же эмоциональной составляющей но акцент будет больше вы знаете на дружбу на то когда можно будет с человеком ну я не знаю разговаривать не будет вот это вот ты мне что-то там не подарила я на тебя обиделась нет вот этого детскости еще почему происходит то что происходит аркан смерти вот потому что вы переродились потому что вы изменились потому что старое пришло время отсекать оставлять позади и рождается что-то новое новые идеи новые желания новые предложения потому что по семерке мечей уже появляется решение новых задач новых задач но не старыми методами а уже какими-то но по-другому как-то новыми методами вы уже не можете игнорировать своего вот это желание то есть то чего вы ранее избегали возможно там не знаю общение либо взаимоотношения сейчас уже это вот но не делать этого не не получится как-то так единички ну прекрасно если это не касается любви то это будет касаться дружбы партнерства то есть здесь все равно взаимодействие с другим человеком присутствует взаимодействие с другим человеком То есть либо это дружба, либо это партнерство, либо любовь, знакомство. Здесь новый человек будет, сразу говорю. Если будет какое-то знакомство, здесь новая энергия. Она не просто будет новая. Для вас и человек будет новый. То есть какой-то новый типаж, новый характер. Я не могу сказать, что по энергии вам не комфортно будет с ним. Я скажу так, что вы как-то будете присматриваться, вы как-то наблюдать за ним и будете удивляться. Удивляться тому, почему именно люди с такими качествами раньше мне были неинтересны. То есть вы будете удивляться сами себе, потому что у вас был какой-то определенный архетип, либо типаж людей, которых вы выбирали. А вот такого склада людей вы не то что их не выбирали, вы даже не замечали, что есть и такие люди. То есть вы как будто бы для себя будете комбинацию качеств, которые вы видите в этом человеке, будете как-то не то чтобы в недоумении. Здесь такая очень интересная позиция, когда вы смотритесь на человека и удивляетесь. То есть удивляетесь с хорошей точки зрения. То есть вам и нравится одновременно, и появляются какие-то мысли такие, что вот это действительно мое. Вот слово странное, вот почему не идет слово странное. Вам будет казаться, вот не знаю, что человек говорит, как он говорит, как он поступает. Вот очень странное, потому что это не будет привычно для вас, поэтому это для вас и странно будет. Вот здесь такая энергия идет. Хорошо, позиция номер два. Красный камешек, двоечки. Что сейчас происходит в вашем пространстве? Верховный жрица. Может быть кто-то что-то изучает. Может быть какие-то тайны. Тайны, неизведанные, что-то непонятное. Может быть кто-то отдыхает. Такой период расслабления, отдыха. Ну вот у меня ощущение, как будто бы кто-то погружается в изучение. Что-то читает, чем-то интересуется. Здесь энергия мягкая, здесь энергия спокойная. Но при этом такая чистая голова. Нету затуманности. Да, то есть все понятно, все ясно, все известно. Но при этом вот человек как-то, знаете, здесь энергии такие кристальные, холодные, холодные, кристальные и при этом прозрачные. Вот какие-то такие энергии. То есть все понятно, все известно, все кристально ясно. Не знаю, почему кристалл, но здесь вот слово как-то кристалл. Может быть кто-то изучает кристаллы. Либо как-то небесное светило, да, что-то там изучает на небосклане. Но здесь все понятно, здесь все известно. И от этого спокойно. То есть вот какое-то такое состояние души достаточно спокойное. Ну вот я говорю, что ты изучай, да, что-то новое. Кто-то может быть то новое, что некоторое время назад изучал, старается робкими шагами начать это применять на практике. То есть возможно даже кому-то кажется, что у меня недостаточно опыта, недостаточно знаний. Но при этом это не то чтобы иллюзорность человека, это просто неуверенность. И человек начинает робкими шагами двигаться в сторону практики. То есть что касается знаний, здесь знаний может быть достаточно. Но неуверенность какая-то присутствует. И одновременно присутствует какой-то интерес, любознательность к чему-то новому. Вот что новое вы здесь изучаете для себя? Десятка пендаглей. Материю. Вот как таковую материю, да. То есть возможно как устроен наш материальный мир, физический мир, плотный мир. Кто-то изучает может быть свое тело, как оно устроено. Потому что Десятка пендаглей Верховная Жрица, да. Это вот непосредственно медицина. Медицина и как-то вот как хирургия что ли. Не знаю. Как внутренности. Человек, который изучает. Может быть кто-то поступил как-то вот в какой-то медицинский вуз, да. И что-то изучает именно склонно к хирургии, то есть к внутренности, к анатомии человека. А кто-то может изучает сейчас психологию. Вот и прям погружается очень интересно, да. Создает для себя какую-то базу на будущее. Для кого-то семейные ценности. Семейные. Что здесь с семейными ценностями? Что такое новое, да. Что происходит в вашем пространстве? Ну здесь какие-то трудности. Да, здесь какие-то трудности. Опять же таки, если это касается семьи и что тут. Какие-то трудности, связанные с семьей, да. То здесь человек как будто бы ищет информацию. Хочет понять, хочет разобраться, что это за трудности. Ну здесь нужно принять какое-то решение, что-то прояснить. Как-то определиться с чем-то. То есть принять решение, но решение это очень сложное. Это не простая, не легкая, как говорится, задача. В чем сложность? В чем сложность, дьявол, да. Потому что не все так просто. Не все так просто. Здесь как будто бы если есть какие-то предложения, то они имеют какой-то подвох. Это знаете, когда начинаешь связываться с банками, да. Когда вам говорят, да вот вроде бы возьми, сколько тебе нужно в долг, да. Но при этом, когда ты начинаешь считать проценты, которые ты отдаешь этому банку, ты понимаешь, что, блин, я три раза переплачу. Нужно мне, но с другой стороны, если у тебя есть потребность, а тебе никто не даст, что делать? Вынужден, да, взять. Но при этом осознавая, что ты сам себя обманываешь, потому что будешь все это переплачивать. То есть вот здесь какая-то такая очень трудная ситуация. Опять-таки, не обязательно в контексте того, что я сказала, да, банк. Это был лишь пример того, что я вроде бы отдаю себе отчет этой ситуации. Я понимаю, насколько она сложна. И решение, которое мне дается, оно с искушениями, оно не такое прозрачное. То есть здесь еще верховная жрица, помимо гармонии, она может говорить о тайнах каких-то, да. То есть есть что-то, то есть тайна и искушение по дьяволу. Вот, что сложно усложняет как-то ситуацию. Что именно усложняет? Да, усложняет вот рыцарь жезлов, движение вперед каким-то образом, да. Может быть, какая-то поездка здесь. Может быть, принятие какого-то предложения, о котором вы здесь думаете, но это имеет отношение именно к семье. Либо к себе, либо к деньгам. То есть пока невозможно. Пока вот вы, как будто вы находитесь, что происходит в вашем пространстве. В вашем пространстве происходит какая-то ситуация, которая на данном этапе не может развиваться. Потому что из всех возможных вариантов, которые решение этой задачи, которая у вас есть, вас не удовлетворяет ни один. Да, потому что во всем есть какой-то свой подвох. И вы это видите и принять это не можете. Потому что он как будто бы имеет какое-то отношение на перспективу. И поэтому на данном этапе вы никуда не двигаетесь, не развиваетесь. Вы поэтому и находитесь в четверке кубков. Выбираете для себя какое-то такое, знаете, состояние гармонии, спокойствия, когда вы сами себе говорите, вот пока я не решу, я не буду ничего делать. А пока я не разберусь, я не буду действовать. То есть здесь человек бездействует. Но не потому что, я не знаю, ему лень, или он только не знает, куда ему двигаться. Нет, здесь у человека такой здоровый подход. Он хочет понять, он хочет разобраться и понять для себя, какую модель поведения либо какую стратегию он должен выбрать. Вот здесь о чем говорится. Особенно если это касается профессиональной сферы, то у человека знания, повторюсь еще раз, есть, и этих знаний много. У него нет уверенности именно в реализации, не знаю, может быть, реализации своего продукта, реализации какой-то своей задумки. То есть знания есть, именно своих услуг, своего продукта, но возможно как продавать человек не знает. Либо как увеличить доход клиентов, либо какой-то дополнительный источник человек не знает. Потому что либо есть что-то, что его пугает, есть что-то, в общем, какой-то фактор, который его останавливает. Вот что происходит в вашем пространстве. Для чего это все происходит? Аркан мага, для того, чтобы вы научились управлять именно вот такими сложными моментами. То есть я бы сказала, что здесь идет для прокачки вашего интеллекта, для умения решать маг и туз мечей, умения решать сложные задачи, потому что у вас это есть потенциально. Ну вот маг – это тот, который может разруливать любые сложные ситуации. То есть ему хватает и силы воли, ему хватает и знаний, и умений, и навыков, и интеллекта. Но он выпадает под пажом жеслов, который нам в краске указывает на эту неуверенность. То есть здесь вопрос связан с самооценкой. Маг нам всегда показывает на самооценку и причину в подростковом возрасте. То есть здесь не детство, не юность, а именно подростковый возраст. То есть тогда, когда люди брали и должны были взять инициативу на себя. Там что-то такое произошло. Но сейчас не про психологию, а вот именно про тот момент, что вы можете разрулить. Для чего? Для чего? Для того, чтобы вы как-то адаптировались под такие трудные, сложные ситуации. Для того, чтобы в дальнейшем вы могли их щелкать, как орешки. То есть как будто бы здесь какой-то момент обучения идет, решения именно таких сложных ситуаций. Вот король мечей. Что в принципе двойка мне совсем-то и свойственна. Но вот в последнее время, я говорю неоднократно, что месяца 3-4 вы очень сильно изменились. Вы повзрослели и стали больше думать, больше просчитывать, быть более проницательными, опираться не только на интуицию, но и на логику. То есть вы уже хорошо стоите на ногах, не витаете в облаках. Поэтому для чего дана эта ситуация? Для того, чтобы вы сто раз подумали, прежде чем один раз отрежете, что вы, возможно, сейчас вот эта вот холодность и спокойствие, оно связано с дистанцированием. То есть когда вы, четверка кубков тоже на это указывает, когда вы держите некую такую дистанцию для того, чтобы на вас никто, по магу никто не влиялся, чтобы вы смогли принять правильное, верное решение не под влиянием кого-то, в том числе и ваших внутренних страхов, а с чистым разумом, причем кристально, о котором я говорила здесь ранее. Так, для чего это происходит? Мы сказали, да, для того, чтобы вы правильно приняли решение и научились это делать, и не боялись, и проработали свою самооценку. Почему? Почему это происходит? Потому что где-то запутались аркану тшельника, потому что вроде бы начали, как и ранее, что-то такое было аналогичное, что-то исследовали для себя, искали какие-то ответы на вопросы, но запутались, как будто бы забыли, забыли то, ради чего вообще все начиналось. То есть то, что хотели, то, что искали, когда вы вошли в этот поиск ответов на вопросы, да, у вас выдержали где-то в задней части головы идею о том, что я хочу, почему я это хочу. Но в процессе поиска как-то вы знаете, то ли забылись, то ли заигрались и запутались уже сами и не понимаете. То есть настолько углубились, что потеряли нить повествования. Почему? Почему это происходит? Девятка кубков. Аркан Вселенной. Император. Почему это происходит? Потому что здесь как будто бы, знаете, вещи как-то стали более серьезными, что ли, изменились. Уже нет вот той легкости того удовлетворения, которое было ранее. То есть вот здесь как будто бы вынуждено как-то... я не могу сказать, что неожиданно, но вот как-то вынуждено повзрослели. То есть обстоятельства, они заставили вас смотреть на жизнь по-другому. Вот по этой причине происходит то, что происходит. Либо вы приняли решение стать более ответственными. Нет, скорее всего, не вы приняли, а вы поняли и для себя, что для того, чтобы получить то, что я хочу по Аркану Звезды, свое какое-то желание, я должна, либо должен по-другому действовать, по-другому поступать. То есть здесь человек как будто бы увидел реальность и в соответствии с этой реальностью начал, ну, изменил какие-то свои поступки, шаги по-другому. Ну, я говорю, здесь процесс взросления произошел. Поэтому вы по-другому теперь относитесь к вещам. Вот такие моменты у нас здесь случились. Это была вторая позиция. Вторая позиция. Красный камешек. Мы с вами переходим к позиции номер 3. Селененькому камешку. Троечки. Что происходит в вашем пространстве? Будем смотреть. Что происходит в вашем пространстве? Двойка пентаклей. Какие-то качели. Такое ощущение, что вот какому-то королю жезлов, да, вы что-то тут доказываете, что-то объясняете, что-то стараетесь как-то рассудить его. Он такой, просто показывает картину, где человек как-то машет правой рукой, вот там что-то указывает, как-то вот очень сильно жестикулирует с целью быть услышанным. Вот что-то такое. может быть, есть, я не хочу сказать конфликт, но вот такое ощущение, что вот есть два человека, один жезловый, другой кубковый, то есть один более мягкий, понимающий, более пассивный, другой более активный, позитивный, ну, тут просто люди с разными темпераментами, да, и что происходит? Вот то ли вы не можете понять для себя, кто из них подходит, вот какой темперамент. Почему? Потому что вот каждый как будто бы по-своему хорош. И здесь не то чтобы выбор, но вот то ли вокруг вас есть люди, да, с которыми вы взаимодействуете, но они абсолютно разные по темпераменту, абсолютно разные по своему характеру, причем может быть где-то в чем-то и противоположные. И вот то ли вы находитесь в выборе, как выбрать, да, вот кто мне подходит больше, не важно касательно какой сферы, то ли, вот о чем говорит та двойка Пиндакля, я не могу понять. То ли у вас встреча какая-то происходит с этими людьми, то ли какая-то, вот я говорю, какая-то конфликтная мне идет ситуация, но здесь не обязательно ссора, а здесь вот именно какое-то разногласие, вот как будто вы должны кого-то в чем-то убедить, кому-то что-то рассказать про какие-то новые начинания. Знаете, вот такое ощущение, как будто бы, не знаю, увидели где-нибудь какой-то рекламный ролик по поводу отдыха в каких-нибудь красивых райских местах, и вот вы стараетесь убедить, например, там своего мужа, ну то есть человека, с кем вы хотите поехать, либо человек, который хочет вас, либо вы хотели бы, чтобы он вас проспонсировал, вот вы ему объясняете, чем хорош этот отдых, вот почему именно туда, почему именно за эту сумму, то есть вот как-то человек, которому вы объясняете, почему это хорошо, а это не очень хорошо, либо вот что-то здесь такое идет, причем король жезлов, а здесь выпадаете вы девяткой пендаклей, вот он как будто бы вам больше по темпераменту походит, видите, партнерство, партнерство, опять-таки, это не только личная жизнь, может быть, профессиональная, либо какое-то взаимодействие с человеком, то есть вот именно с этим человеком у вас идет какое-то дополнение, он вам близок, что ли, вот я опять говорю по темпераменту, по движению, то ли он такой же позитивный, как вы, то ли он такой же активный, то ли он такой же любознательный, интересный, то ли он так же развивается, как и вы, вот вы близки с этим человеком по духу, а вот кубкового, скорее всего, это что-то новое для вас, и вы здесь выбираете, думаете, подходит вам этот человек или не подходит, вот что-то вас к нему тянет, сказала и вытащила королева кубка, что-то вас тянет к этому человеку, но вот здесь как-то больше сомнений, больше сомнений, но здесь выпадает великий аркан, поэтому этот человек и его списать с счетов нельзя, ну то есть вы как-то и на него обращаете внимание, потому потому что вам кажется, вот с этим человеком вы понимаете, вот с этим хорошо идти в развитие, а с этим человеком, даже не с этим, а благодаря этому человеку вы как-то будете самоту утверждаться, то есть этот человек будет давать вам такую комфортную атмосферу, возможно, в которой вы можете ощущать себя настоящей, да, то есть не надо как-то там, я не знаю, прихорашиваться, быть той, кем вы не являетесь, и вот это вот помогает вам чувствовать себя на коне, но что-то вот вот это вот это вот вообще колонка, эта линия, она указывает на человека, который вам по энергиям немножечко не созвучен, но это не говорит, что он вам не подходит, это скорее всего что-то такое новое для вас, да, если это не человек, то это какие-то качества, это какое-то свойство, которое новое для вас, то есть вы как будто бы здесь выбираете, я не знаю, опять же таки, если не касается людей, возможно, вы выбираете будущее либо прошлое, вот остаться вам, как вам было комфортно в прошлом, но вы там опять-таки понимаете, что по состоянию, по энергиям вам приятно, вам это знакомо, но в этом нет какого-то развития, а если мы идем в будущее, то оно вам даст созвучно, оно гармонично, но там тоже чего-то не хватает, то есть здесь вот какой-то такой выбор, либо это люди, либо это качество, либо это по времени прошлое и будущее, то есть что-то такое сейчас происходит, но выбор однозначно происходит в вашем пространстве, а причем выбор не простой, не простой, он имеет какое-то отношение к вашей цели, вот что у вас здесь за цель новая, вот вы поставили себе цель пойти в новое, кто-то может, там, не знаю, хочет расширить свое сознание, кто-то хочет избавиться от страхов, кто-то хочет более легче относиться к жизни, кто-то хочет снять с себя какую-то ответственность, то есть у каждого здесь свои цели будут, и поэтому в зависимости от этой цели, вот вам вроде бы и то, и другое подходит, да, то есть и прошлое, и будущее, и эмоциональность, и более активность, но сказать, что вот прям сто процентов что-то одно прям вот созвучно, нет, то есть какая-то часть, здесь какая-то комбинация, вот в этом у вас сложность, потому что вот если бы это была какая-то комбинация, то есть если это люди, то в идеале было бы соединить их, тогда для вас идеально подходило бы, потому что от одного один какой-то процент, от другого другой процент, вот, но вместе они были бы идеальным каким-то таким архетипом, но такое не может быть, и нужно выбрать вот что поближе, вот это вам близко по духу, Вот это вам не совсем близко, но это помогает вам получить тот результат, который вы хотите. Но вам хотелось бы вот это, такого развития. Но здесь вы не получите то развитие, которое вы хотели бы. И вот в этом какие-то сомнения. И вот в этом какие-то сомнения. Хорошо, для чего происходит то, что происходит? Тебя, в принципе, мы посмотрели. Для чего? Потому что вы хотите. Для чего? Потому что, да? Для чего? Для того, чтобы что-то прояснить. Что-то прояснить, выбрать. Выбрать на самом деле как-то вот... Выбрать ту реальность, которая не будет иллюзорной. Разделить, да, где есть иллюзия, а где есть реальность. То, что вы хотите. Вы хотите обнулиться. И по сути стать императрицей. Это вот то, что вы хотите. Поэтому здесь вам и показан выбор в вашем пространстве. А почему именно сейчас? Почему именно сейчас двойка жезлов? Потому что сейчас нужно принимать решение. И желательно не медлить с этим решением. Потому что сейчас как будто бы открывается, знаете, вот как приливы и отливы. Вот когда поймешь вот этот вот ритм, когда прилив, тогда и можно будет там поливать свои земли, потому что вода близка к тебе. А когда отлив, ты будешь прикладывать намного больше усилий, потому что надо идти к воде, чтобы набрать эти ведра, да, и поливать землю. То есть здесь как будто бы время пришло. Нужно, да. Вы это ждали. Вы это ждали. Вы знали. Но вы не знали, что вот так сложно будет делать этот выбор. Почему? Потому что сейчас вам дается какой-то шанс. На что дается шанс? Пойти туда, где вам страшно. Пойти туда, где вам страшно. И что вам это даст? Аркан шута. Новое какое-то начинание. Просто, возможно, сейчас появилось и шанс. Вот такое у вас сейчас происходит в вашем пространстве. Я благодарю вас всех за внимание. Это был третий расклад. Напоминаю, что по ссылке мои услуги под этим роликом есть вся необходимая информация обо мне, о моих услугах, курсах, там, не знаю, ссылки на телеграм-канал. Также под этим роликом есть ссылка на мой второй ютуб-канал. Переходите, подписывайтесь. Там короткие ролики на один вариант. В пятницу не пропустите по ссылке сообщества анонс на Блиц-консультации. А я с вами прощаюсь. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего. До пятницы. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!